Участники дружного детского лагеря «Хоккей Фэмили Кэмп» посетили детскую Ярославскую железную дорогу, которая входит в пятерку самых лучших малосеверных дорог. Сейчас мы стоим в очереди за билетами. Отправление у нас в 11.15. Пока ждем начала посадки, немного пообщаемся с начальником поезда. Меня зовут Света. А кем вы работаете? Я работаю на ДСП, подняю поезд и прибываю. А сложно ли вообще работать на такой донсистер? Нет, не сложно. А что включает в себя эта должность? Отправлять и прибывать поезд. Он также докладывает наверх, что поезд прибыл и открылся. С какими-то замечаниями, может быть, там дверь где-то открыта. Ну и так далее. При посадке в вагон мы успели пообщаться с очень позитивным проводником, Семеновым Ильей. А кем вы работаете? Я работаю проводником. А сложно ли вообще работать? Нет. Ну сложно. Отправляются. Пусть уже отправляется. и мы находимся на экскурсии. Голубой маклоп. А скажите вообще, как эта станция называется и что можно на этой станции посмотреть из достопримечательностей? Станция Пионерская, может быть на ней больше. В здании вокзала есть макет тренажеров, который называется Пенза 107. На станции Пионерская у нас вообще, это сердце нашей детской железной дороги. А что вообще, с чего надо начинать, чтобы быть железнодорожником? Во-первых, желание. Хорошее настроение. Быть позитивным, активным. Ну и конечно же, любить железную дорогу, правда? На станции Пионерской нам посчастливилось пообщаться с директором детской железной дороги. Я начальник детской железной дороги. Башмашников Алексей Абрамович. Очень приятно. Какие дальнейшие планы развития этой железной дороги? Планов развития много. Сейчас сделали площадку технических экспериментов. Это геофизика, виртуальная реальность, где квадрокоптеры у нас есть, есть техническая мастерская, где моделируем, занимаемся. Потом еще, у нас вот эти вагоны все, у нас их пять, значит, перекрасим все в корпоративный цвет, будет как на большой железной дороге. Еще у нас есть паровоз настоящий, паровоз на дровах, который работает. Он у нас работает по субботам-воскресеньям. А еще в планах удлинить детскую железную дорогу еще на полтора километра, чтобы она еще длиннее была. Вот. Вот и завершилось наше путешествие по Ярославской детской железной дороге, который находится в Яковлевском бару. Всем пока.